Одиннадцатиклассники приступили к сдаче ЕГЭ. Сегодня прошли экзамены по химии, географии и литературе. Их сдали 35 учащихся многопрофильного лицея. Пунктом проведения единых куз-экзаменов Муравленко по традиции стала вторая школа. Её помещения оборудованы по всем правилам и соответствуют требованиям. На входе в пункт стандартная для всех процедура – проверка удостоверения личности и отсутствие запрещенных предметов. В этом году ЕГЭ начались 23 мая и продлятся по 11 июня. 35 будущих выпускников написали первые ЕГЭ по литературе, химии и географии. Это предметы по выбору самих учащихся. Для выпускников многопрофильного лицея – знаменательные события. Начинается государственная итоговая тестация. На литературу ребятам разрешено пользоваться орфографическим словарём. По географии и химии можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. За проведением всех экзаменов следят общественные наблюдатели. В пунктах проведения экзаменов работают педагоги. И вот материалы получены. ЕГЭ начался. В испытании по литературе 11 заданий. Анализ художественных произведений, сочинения и вопросы по теории литературы. На выполнение непростой работы отводится 3 часа 55 минут. Волнуюсь однозначно. Нет какого-то панического страха, но внутреннее волнение и мандраж присутствуют. В мои обязанности входило во всех произведениях, которые я читаю, дойти до сути. Работа по химии включает задания на знания теоретических основ, а также практические опыты и эксперименты. Для успешной сдачи и поступления нужно набрать не менее 39 баллов. Я никогда не волнуюсь. Я в себя уверен, в своих знаниях. Готовился я прошлую неделю. Нормально, надеюсь, подготовился. Географию выпускники на ЕГЭ выбирают редко. Это всегда самый малочисленный экзамен. Вот и сегодня ее сдавал всего один человек. Я, конечно, немного волнуюсь. Все-таки на мне лежит такая ответственность. Я единственный, кто пишу. Но я постараюсь выложить на следствие 100%. Конечно, я рассчитываю на 100%, но 80% точно наберу. Результаты первых экзаменов ребята узнают до 6 июня. Ознакомиться с ними можно в школе через систему ГИС образования Ямала, а также на официальном портале ЕГЭ. В случае несогласия выпускник вправе подать апелляцию. Следующий госэкзамен пройдет 28 мая по русскому языку. Екатерина Меншигеева, Виталий Сидняев. Новости Муравленко. Продолжение следует...